Эффективность лечения рака зависит от качества реабилитации. В этом уверены медики Самарского онкоцентра. Именно поэтому для лечения пациентов они используют трехэтапную систему восстановления. Первый этап начинается с диагностики. При заболевании раком важно быстро поставить диагноз и оперативно провести операцию. После этого пациенты в течение семи дней находятся в стационаре под наблюдением онколога, реабилитолога. С ними занимаются врачи лечебной физкультуры, физиотерапевт, медсестры и психологи. Поддержка последних особенно важна. От этого напрямую зависит скорость выздоровления. И, наконец, третий этап реабилитации – лучевая или химиотерапия. Прооперировать его, назначить химию, лучевую терапию – это большая победа. Это уже больше, чем половина пути. Но качество жизни, как он будет дальше жить, вернется ли он в социум, вернется ли он к привычному, обычному образу жизни, как это было до диагноза – это большой, конечно, вопрос, и это большое дело. Жительница Самары Ольга Сухова рассказывает, впервые онкологическое заболевание ей диагностировали в 2015 году. После операции в течение пяти лет она проходила лекарственную терапию. А недавно опухоль обнаружили во второй груди. И снова пришлось проходить лучевую и химиотерапию. Неизвестно, как бы протекало ее выздоровление без психологической поддержки, которую оказывают в Самарском онкоцентре. Она позволяет справиться со страхами поверить в себя и с оптимизмом смотреть в будущее. Сейчас мне назначили на декабрь месяц реабилитацию. Все, конечно же, по показаниям, чтобы у меня рука поднималась, так как она малоподвижная. У нас очень хорошая реабилитация в онкоцентре на самом деле. Поэтому я надеюсь, что к Новому году у меня будут подниматься обе руки. По словам медиков, если раньше перед ними стояла задача спасти жизнь пациентов, то теперь речь идет и о максимальном сохранении качества жизни. Для этого собирается мультидисциплинарная команда, которая, оценив статус пациента, формирует реабилитационную цель и начинает программу индивидуального комплексного восстановления. За год в Самарском онкоцентре диагноз «рак молочной железы» слышит около ста пациенток. Чтобы вовремя обнаружить опухоль, медики советуют женщинам каждый месяц проводить самообследование. Тем, кто старше 40 лет, раз в год делать маммографию или УЗИ. А в случае обнаружения уплотнения немедленно обращаться в онкоцентр. Виктория Шарая, События.